Новая атака! Какие здания в крае выбрали в качестве мишени лжетеррористы? Потенциальная газовая угроза! Почему многоэтажка в Бийске чуть не взлетела на воздух? С божьей помощью в день детей больных раком отделение онкогематологии подарили икону. На экранах наши новости. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Политов. Итак, сегодня Алтайский край оказался под прицелом интернет-террористов. В сотни зданий учреждений Бийска и Барнаула сегодня поступили сообщения о минировании. За последние три недели это уже четвертая попытка посеять панику. Напомним, письма с угрозами начали приходить в школы, детские сады, торговые центры и административные здания по всей стране после взрыва газа в Магнитогорске. Хронику восстановит Валентина Аскерова. В вашем здании взрывное устройство. Срочно покиньте помещение. Такое сообщение по электронной почте получили сегодня десятки зданий Барнаула. Среди них классический вуз, театр кукол «Сказка», краевая служба судебных приставов и торговые центры. Сценарий тот же, что и в январе. Тогда письма о лже-минировании пришли в 29 барнаульских школ. Посетителей торгового центра «Галактика» сегодня не эвакуировали. Люди даже не знали о возможной угрозе. По всей России говорят об этом, а о них что еще не взорвалось. Взрываются, когда не говорят. Может быть, кто-то пошутил просто? Провокации, панику нагонять. Сообщений в бийские учреждения сегодня поступило в разы больше. Угрозе подверглись 80 учреждений. Садики, школы, больницы, компании. Получили письмо от лже-террористов и наши коллеги. Телекомпания «ТВКом». Сообщение на электронную почту поступило от МО МВД России, якобы от полицейских. Мы быстро эвакуировались, сообщили правоохранительные органы. Буквально через 20 минут приехал оперативник. Ой, опросил всех. Правоохранители проверили все здания. В некоторых потребовалась эвакуация. Полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают личности виновных. Отметим, что ложное сообщение о теракте грозит лишением свободы на 5 лет. Валентина Скированда, Печоркин. Наши новости. Зато правоохранители охотно прокомментировали задержание известного в крае депутата КЗС. Бывшего единоросса Андрея Волкова обвиняют в хищении 43 миллионов рублей. Завершено расследование уголовного дела. В ближайшее время Волков предстанет перед судом. Накануне в сети появилось видео, на котором в квартире чиновника проходит обыск. По данным следствия, с 2012 года по 2016 Андрей Волков, являясь учредителем управляющей компании «Прогресс Плюс», вместе с директором присваивал себе деньги жильцов многоквартирных домов, которые перечислялись в счет оплаты услуг ЖКХ. По подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных обществу аффилированных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года директорам и учредителям управляющей компании было похищено более 43 миллионов рублей. При этом уточняется, что распределением денег занимался именно Андрей Волков. Директор управляющей компании признала свою вину. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также суд удовлетворил требования ресурсоснабжающих организаций на возмещение ущерба. Депутат АКЗС виновным себя не считает. Но вот, кстати, в 2012 году на него уже заводили уголовное дело. Тогда подрядчики через суд пытались взыскать с депутата около трех миллионов рублей. Проверка газового оборудования проходит в эти дни по всей стране. Это связано с целой серией взрывов бытового газа в многоэтажных домах. Так, одним из последних ЧП стал случай в Красноярске. Там после взрыва, который прогремел накануне в жилом доме, под завалами погибло два человека. Происшествие стало уже третьим подобным по счету с начала года. В это число мог войти и Наукоград. По опасному маршруту не побоялась пройти и наш корреспондент Анастасия Дороган. Он открыл кран, оттуда пошел газ. Она тоже коротенькая. Здесь нету вот этой вот трубки. Также жильцы бийской многоэтажки узнали, что живы по счастливой случайности. Прямо через стенку такой же кран пускает газ не в плиту, не в трубу, а прямо в воздух. Квартира соседей пустует, но при этом не закрыта и, как выяснилось, не отключена от коммуникаций. Мы позвонили в 04. В 04 нас отправили, звоните в аварийку. Позвонили в аварийку, нам сказали, звоните в управляющую компанию. В управляющую компанию позвонили, нам сказали, обращайтесь в суд. Но судиться не с кем. Хозяйка квартиры умерла, наследники не объявились. А просто зайти и перекрыть газ специалисты управляющей компании не имеют права. Вторжение на частную собственность, нарушение закона. Потому что собственник, когда объявится, он придет и выставит счет за нанесенный ущерб. После взрыва бытового газа в Магнитогорске в конце декабря прошлого года в крае полным ходом идет проверка газового оборудования. В Бийске комиссии не обошли еще 6000 абонентов, а может и больше. Ведь сколько таких брошенных квартир, сказать никто не может. То, что заброшены квартиры, то есть бесхузные, мы такой полностью информации не обладаем. Мы работаем в комплексе с управляющими компаниями, потому что это зона ответственности непосредственно их. А в управляющих компаниях Бийска заявили, что такую информацию должны предоставлять старшие по дому. Но оперативно решить проблему все равно не удастся. Например, в случае с этой пустующей квартирой наследников будут искать. А для безопасности жильцов дверь закрыли саморезами. Видимо, они же должны спасти и от утечек. Анастасия Дороган, Марина Волкова, Андрей Сегаев. Наши новости. Безопасность и здоровье людей. Икону из Арзамасского женского монастыря сегодня подарили детскому отделению онкогематологии. Говорят, этот образ творит чудеса. Столь знаковые события не случайно. 15 февраля – Международный день детей больных раком. В расписании уроков на сегодня – геометрия, физика, история. Через несколько часов в палату Ильи Поплавского придет педагог. Полученные оценки на листочке отнесут в школу, учителям. И так продолжается ровно год. О чем ты сейчас мечтаешь больше всего? Я? Домой поехать. Навсегда. Сейчас Илье почти 17 лет. Диагноз – острый лейкоз. О том, что у мальчика есть предрасположенность к онкологии, родители знали, но надеялись. Надеются и сейчас. Шансы есть всегда. И только на шансы нужно надеяться. Никогда не нужно опускать руки. В этой палате с ноября прошлого года живет маленькая Ева. Она прошла уже 4 курса химиотерапии. Скоро вместе с мамой она полетит в Питер, следом Москва. Столичные врачи готовы удалить опухоль, которая развилась в забрюшиной полости. Говорит, мама, не плачь. Мы, говорит, полечимся и поедем домой. Химиостойка переносит? Очень стойка. Ну дай бог. На сегодняшний день в детском отделении онкогематологии проходит лечение 35 человек. И более 600 на учете врачей. Эта статистика неумолимо растет. По мнению онкологов, причин возникновения болезни много, но на первом месте – питание. Мы можем говорить только о воздействии канцерогенов, которые могут повышать рост онкопатологии. А такое, я думаю, у нас появляется только с продуктами. Сегодня в Международный день детей больных раком отделению подарили икону. Ее привезли из Арзамасского женского монастыря. Местные монахи не уверяют, что этот святой лик творит чудеса. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Главное верить. Вот и сотрудники Барнаульского водоканала верят, что смогут справиться с одной из своих проблем во время весеннего паводка. Мастера обещают, что вода в домах барнаульцев этой весной не изменит цвет и запах. Специально для этого коммунальщики закупят новый реагент, который будут проверять в деле уже этой весной. В составе нового средства – обычный активированный уголь. Специалисты уверяют, это поможет устранить желтый цвет и посторонние запахи талой воды. На следующей неделе сотрудники водоканала ждут поставщиков вещества, а после начнут лабораторные испытания. Сейчас ведется подбор как реагента, так и определение точек, куда он будет вводиться. Потому что просто так, извиняюсь, бросить лопату в сооружение и сказать, что будет очистка, такого не произойдет. Но научная работа, которую водоканал ведет, и не факт, что мы ее не реализуем в этом году. Вслед за коммунальщиками цветовой гаммой на этот раз речки Пивоварки заинтересовались краевые прокуроры. Сотрудники ведомства даже завели уголовные дела. Как говорят барнаульцы, не прошло и полгода. Напомню, в 2018-м Пивоварка красилась в мутномолочный цвет. Позже в образцах воды обнаружили нефтепродукты, алюминий, фосфат и титан в концентрации, которые во много раз превышают предельно допустимые значения. Для человека эти вещества опасны. Они вызывают токсическое отравление и приводят к необратимым изменениям в организме, вплоть до летального исхода. Как сообщает в краевой прокуратуре, нефтепродукты попадают в реку через Ливневки в районе улицы Малахова. Заведено уголовное дело. Статья «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Правоохранители ищут виновных». Но зато в другой истории их уже нашли. Заведующую детским садом Рубцовска осудили за похищение бюджетных средств. Приговор по статье «Мошенничество» вынес городской суд. 50-летняя руководительница устроила трех своих знакомых на должности воспитателя одного из дошкольных учреждений города. Никакой работы эти мертвые души не выполняли, но зарплату и премии из бюджета получали регулярно. Деньги заведующая перечисляла на карты фиктивно трудоустроенных знакомых, а потом тратила эти деньги по своему усмотрению. В результате незаконных действий детскому учреждению причинен ущерб на сумму более полумиллиона рублей. В ходе судебного заседания подсудимая вину не признала, но доказательства стороны обвинения сочли достаточными. Заведующие назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. В следующей тоже не менее громкой истории суммы фигурируют куда больше. Речь идет о 15 миллионах рублей, которые Министерство образования Алтайского края намерено взыскать со скандально известного частного детского сада «Happy Baby». Информация об этом появилась на сайте арбитражных судов Российской Федерации. В Министерстве эту информацию подтвердили, пояснив, что речь идет о единовременной субсидии, которая была выдана детскому саду меньше трех лет назад в рамках госпрограммы развития предпринимательства. Причина, по которой власти обратились в суд, прекращение работы садика в конце прошлого года «Happy Baby» решили отозвать свою лицензию на образовательную деятельность. В связи с тем, что завершилось действие лицензии на образовательную деятельность, а по условиям договора это обязательные условия, второе обязательное условие, чтобы вновь созданное учреждение работало не менее трех лет, это условие тоже нарушено, и поэтому этот процесс запущен. Напомним, осенью прошлого года «Happy Baby» попал в сводки новостей. Родители воспитанников заявили, что, по их данным, сотрудники регулярно избивали детей. Было возбуждено уголовное дело, которое поставил под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Связан ли отзыв лицензии и возврат денег с судебным разбирательством, Минобразование не уточнили. Традиционно в конце программы о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В субботу в крае переменная облачность, возможен снег, температура днем в Заринске и Алейске – минус 2, 4 градуса мороза в Змеиногорске и Славгороде, минус 6 в Бийске и Камне на Аби. В Барнауле легкий снег, ночью 8 ниже нуля, температура днем минус 6, да всего-то вот. 722 440 – это телефон нашей редакции в Барнауле. На этом у нас все новости. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»